Здесь также можно купить у рыбаков и холлов. Скажу, если вы хотите, чтобы у вас всегда было море, не было приливов, отливов, чтобы до моря идти, допустим, километр по водорослям, а на берегу были водоросли, то выбирайте отель в Нунгви или Кендви. Именно по этому принципу я бронировал отель, чтобы он был либо в Нунгви, либо в Кендви. Вот я сейчас гуляю, отель по Лумбу Бич, ой, по Лумбу Кендви, если хотите, можете там посмотреть подробнее видео. Пляж Кендви более спокойный, чем в Нунгви. Здесь вот такие строят при отелях кафе, лежаки и поменьше народу, чем на Нунгви. То есть люди, кто живет, может на территории всех трех отелей, ну в трех частей корпус находиться, хозяин один. Как раз еще корпус нашего отеля, который расположен на берегу моря. И вот если вы будете брать себя в Ювид, то вы возьмете в нем. Эй, привет! Привет! Как раз прошел, и вот пляж, и вот море, которое я вам снимал. Действительно, много таких гламурных отельчиков. Если вам тихий, спокойный отдых, где так по-цивильному, можно сказать, такой пенсионерский, что ли, отдых. Не знаю, мне больше Нунгви нравится, там побольше движухи, простоты какого-то, поменьше гламура. Да, может погрязнее на пляжах, но и ценник вот здесь, и одна улица в Кендви. Говорит, ну мне скучновато, делать особо нечего, гоняешь на блайки в Нунгви часто. Ну, я говорю, вот за мной, например, сейчас покажу. Вот такие вот отельчики, стоят все красивые, видно, что дорогие, небольшие. Сейчас покажу, вот море, например. То есть, как вы видите, народу не особо много, из-за этого оно почище, более голубое. Если вам более спокойно отдых, то он может выходить чуть подороже, эти отели. Даже нормально подороже, то вам в Кендли. Если более движуха, где много людей, в том числе больше молодежи, то в Нонгви. Не знаю, в Шемпиане и другие пляжи я просто не рассматривал, потому что мне все-таки этот... Мне в Кендли-то скучно. А там просто крутой пляж, крутой отель, есть, допустим, большие отливы и делать нечего. Да, вот что, кстати, забыл сказать, если вам надо море, где нету отливов, вот мы каждый день купаемся, каких-то больших отливов, приливов нету, это Нонгви и Кендли. В остальных местах, на другой части острова вы будете очень долго ждать море, и можете, например, его увидеть в километре от себя, чтобы зайти купаться. Вот почему еще многие выбирают Нонгви и Кендли, и цены здесь подороже, и больше туристов. Купаться бы лучше. И везде белоснежный песок и Голубое море. Не зря многие сравнивают Занзибар с Мальдивами. Чао! А вот местный рынок и супермаркет, торговля проходит в таких магазинчиках. Голубое море. Вот так вот дети бьются за угощение. Так что аккуратно, если вы хотите что-то дать, какую-то конфету. Между пляжами Нонгви и Кендли, если вы пойдете пешком, расположена такая зона красивая. Идти где-то, если быстрым шагом минут 20, прогулочным, не спеша, фотографируемся 30-40 минут по пляже. Вот кафе Четти. Оно расположено между Кендли и Нонгви. Вот, например, с Кендли идти вправо мы идем, и он здесь влево. И вот там можно посидеть, попить коктейльчики. Такси в Нонгви, Кендли, расположены на любом углу, вам будут кричать, давайте довезу. Так что найти такси здесь нет проблемы. Конечно, цена от Нонгви до Кендли, если торгуют, ну, всегда торгуют, 10 тысяч шиллингов. Это около 5 долларов, даже чуть меньше. Такие вот рейсовые автобусы. Вот автобусы, который я вам показывал, можете доехать от Нонгви до Кендли за тысячу шиллингов. Это 40 центов, где-то меньше одного доллара. Автобус ходит часто до Нонгви. Ну, вот, мне буквально кажется, там 3-5 минут в дневное время. Вот. Чтобы вам в Кендли выйдете на главную дорогу от Нонгви, от Басстейшн, тоже с главной дороги, я вам показывал, откуда он ходит. Номер автобуса 116. Номер автобус. Дальше уже в Кендли идет пляж, где покупаются в основном местные и стоят рыбацкие лодки. Моя Миша. Моя Миша. Кенли. 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 Продолжение следует...